Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим несколько окончаний из русских шашек, в которых великолепно просматривается и красота русских шашек, и ее сложность. То есть для того, чтобы победить в этих позициях, надо обладать далеким и точным расчетом. Первая позиция впервые встретилась в партии Серов-Лурье. Для того, чтобы победить, вам надо точно рассчитать последствия ходов. Белые начинают и выигрывают. Эта позиция демонстрирует нам прием под названием оппозиция. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Если вы сможете найти его, не передвигая шашки, не смотря мои подсказки, то вы получите самое настоящее наслаждение от побед. Белые начинают и выигрывают ходом ДЦ5. Они грозят следующим ходом сыграть СБ6 и выиграть сразу две шашки. Поэтому ход черных ДЕ5 вынужденный. Теперь белые играют СБ6. И у черных есть два хода. ЕД6 и СД6. Давайте рассмотрим их по порядку. После ЕД6 белые попадают в дамки и черным надо играть АЖ3. Теперь белые выигрывают неожиданным ходом дамкой Д на АЖ4. Ходят и черные вынуждены отойти. Теперь белые щедро жертвуют дамку и шашку. Черные бьют. И белые проводят вот такую мини комбинацию. Так называемый удар по затылку. Ход черных, поэтому их позиция проигранная. Если черные в этой позиции играют СД6, тогда белые играют БА7. Но черным надо попытаться пройти в дамки. Белые ставят дамку. Черные играют ЖАЖ2. И теперь белые выигрывают снова с помощью приема под названием оппозиция. Но проводят уже несколько иной удар. Отдают шашку и бьют именно дамкой на поле ЖАЖ3. И снова, видите, жертвуют дамку и шашку. Очень щедро черные бьют. И белые побеждают. То есть, видите, уже так называемая дальняя позиция получилась. В следующей позиции есть два ложных следа. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. Но будьте аккуратны. Здесь можно нарваться на подводные рифы. Так что внимательно ведите свой корабль к победе. Белые побеждают ходом ЖАЖ5. Обратите внимание, что БЦ5, ну такой напрашивающийся ход, он не ведет к победе. Потому что черные отдают шашку и затем играют СБ2. Белым надо ставить дамку. Но черные неожиданно жертвуют шашку и ставят дамку на поле А1. Грозят следующим ходом разменять либо шашку С7 и захватить большую дорогу. Эта позиция будет ничейная. Если же белые ставят дамку, тогда черные разменивают дамку Б8. И также возникает ничейное окончание. Поэтому в начальной позиции надо играть именно АЖ5. Ход черных единственный, ЕД6. И здесь снова белые могут не выиграть. Если они пойдут по инерции ЖФ6, этот ход также напрашивается, то они не выигрывают. Потому что черные нападают, белые идут в дамки. Ну, кажется, вроде бы белые выигрывают. То есть, черным никак не закрыться, не отойти. Но здесь неожиданно черные достигают ничей. То есть, они жертвуют шашку. Ну и куда бы белые не побили, на какое бы поле, черные затем отдают еще две шашки. Играют скромно АБ2. Ну и достигают ничей. То есть, на ход ФЕ5 или дамкой на поле Е5, черные делают ничью. То есть, если белые ставят дамку на поле Е5, тогда черные выигрывают шашку Ф4. Если же белые играют ФЕ5, тогда просто занимаем большую дорогу. Белые вынуждены отойти, и партия заканчивается ничьей. Поэтому в этой позиции нельзя играть ЖФ6. Для победы надо сыграть именно БЦ5. Белые выигрывают шашку. Ну и дальше все форсировано. БЦ5, ЕФ6, СД4, ФЖ7, ДЦ3. И здесь надо сделать точный ход. Поставить дамку именно на поле Ф8. Теперь у черных есть два варианта. Если они играют СБ2, тогда возникает так называемое распутье. Нападаем на шашку черных, ну и черная шашка превращается в дамку и тут же гибнет. Если ставят на поле С1 дамку, тогда играем ЖФ6, ну и дамка гибнет. Если же черные ставят дамку на поле А1, тогда зажимаем ее по большой дороге, ну и на любой ход. Затем ловим ее и выигрываем. Поэтому в этой позиции черным надо играть СД2. Если черные играют СД2, тогда играем ЖА6. И теперь, друзья, на постановку дамки на поле Е1, а другого нет, тогда играем просто АЖ7. Ну и здесь возникает так называемое окончание боевая позиция. То есть белые проводят все три шашки в дамке, загоняют шашку черных на поле А5, либо выигрывают ее и затем строятся вот таким образом. То есть где бы дамка черных не находилась, она тут же гибнет. Кто не знает, как строить боевые позиции, я уже записывал, как побеждать в данной позиции видео. Так что подсказку оставлю в верхнем правом углу. Следующая позиция впервые встретилась в партии Виндерман-Фрайфельд. Белые начинают и выигрывают. Но обычно эта позиция встречается вот в таком виде. То есть белые нападают ходом, СБ4 и черные размениваются, и белые затем выигрывают. Также ставьте видео на паузу и пытайтесь найти выигрыш за белых. Белые жертвуют шашку и затем играют АБ4. То есть видите, эти две шашки держат эти две, а эта шашка сильнее вот этих двух. Это называется такое построение, так называемая усиленная позиция. То есть видите, одна шашка сильнее двух. Но надо играть Б5, белые отходят и черные жертвуют шашку и пытаются прорваться в дамки. Белые ставят дамку. Но видите, БЦ3 здесь нельзя играть, потому что белые проведут вот такую незамысловатую комбинацию. И легко выигрывают. Поэтому черные в этой позиции вынуждены отдать шашку. Вот таким образом. И играть БЦ3. Теперь белые занимают большую дорогу, черным надо отходить. И белые играют ЕД4. Ну и куда не поставишь, дамку везде проиграно. То есть на поле С1 она тут же будет поймана. А если на поле Е1, тогда белые жертвуют одну шашку, затем дамку. Ну и снова возникает прием под названием оппозиция. Следующая позиция очень часто встречается в игре, поэтому ее полезно запомнить. Знаменитая позиция Николая Кукуева, московского мастера. Белые начинают и выигрывают ходом ДЦ5. Ну надо черным размениваться, иначе они проиграют за счет того, что у белых мощный центр. Теперь белые играют ДЕ5. У черных есть два хода. ДЕ7 и ДЦ7. После ДЦ7 белые играют ЕД4. Черным надо играть ЦБ6. И белые играют ЕД6. Черные играют ЖФ4. И белые играют ДЕ7. Черным надо заходить в любки. Но белые жертвуют шашку и ставят дамку именно на поле ДЕ8. Ну и куда бы черные не пошли, они тут же проигрывают. То есть надо отходить, тогда белые занимают большую дорогу. Черные жертвуют шашку, пытаются прорваться в дамки, но белые здесь легко выигрывают. Вот таким образом. Если же черные в этой позиции пытаются отдать шашку, допустим, пойти сюда, тогда просто откидываем и обрезаем шашки черных по двойнику. Если же черные в этой позиции играют ДЕ7 вместо ДЦ7, тогда играем ЕД4. Черным надо размениваться. И играем именно на поле Е5. То есть, видите, полностью контролируем центр. То есть на ход ФЕ7 уже просто играем ФЕ3. И побеждаем за счет оппозиции. То есть в ход черных им ходить некуда. Если же черные играют ФЖ7, тогда играем ЕД6. И после хода ЖФ6 возникает знаменитый этюд Толкова. Здесь надо сделать точный ход. Поэтому не торопитесь, подумайте. Ход ДЦ7 ведет лишь к ничьей. Черные играют ФЕ5. И куда бы белые ни пошли, черные достигают ничьей. То есть если ставим дамку на поле Б8, просто черные прорываются в дамки. А если белые ставят дамку на поле Д8, тогда черные точно жертвуют шашку. И видите, заходят в образовавшиеся люпки. И достигают ничьей. Поэтому, друзья, в этой позиции надо сделать точный ход ФЕ3. Именно таким образом. Теперь черные пытаются прорваться в дамки. Но белые жертвуют шашку. Ставят дамку. И, как можете сами убедиться, черные здесь проигрывают. Следующая позиция также имеет большое значение для практической игры. Впервые она встретилась в партии Цирик Токов. Белые начинают. Именно ходом в GF2 выигрывают. Черные нападают. Надо закрываться. И черные жертвуют шашку. Пытаются прорваться в дамки. Белые бьют. У черных есть два хода. HG3 и GF4. После хода GF4 белым надо сделать точный ход. Здесь выигрывает именно ход CD2. В чем соль данного хода. То есть, друзья, видите, если черные сыграют HG3, тогда белые неожиданно играют DE5. Ну и черным, по сути, некуда ходить. То есть, им надо меняться. Вот таким образом. Ну, тогда белые легко выигрывают. Допустим, сюда, 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 сюда. Поставили дамку. Черные ставят дамку. Но она тут же гибнет. Если же черные в этой позиции играют FG3 вместо HG3, тогда просто играем DE3. Ну и зажимаем дамку белых по двойнику с легкой победой. Если же черные после жертвы шашки не разменивались ходом GF4, а играли HG3, тогда белые идут в дамки. Черным надо размениваться. Иначе снова их дамка будет зажата на двойнике. И белые ставят дамку именно на поле B8. То есть, в чем суть данного хода. После того, как черные разменивают шашку, белые жертвуют еще одну шашку. И возникает оппозиция снова. Один на один. Белые побеждают. Ну и последняя позиция на сегодня. Также часто встречается в игре. Ее полезно знать. Кстати, на чемпионате Края, на чемпионате Пермского Края по быстрой игре я мог победить. Вот как раз за счет знания этой позиции. Но я, к сожалению, не знал. И в цитноте ошибся. Так что, друзья, запоминайте эту позицию. Впервые она встретилась в партии Ветман Казарис. Белые начинают и выигрывают. Ходом ЕД4. То есть, видите, друзья, эти три шашки белых полностью заблокировали. Вроде бы у черных центр, но вот эти шашки очень неудачно расположены. То есть, видите, такая своеобразная связка получилась. Ну и теперь надо черным играть СБ6. Потому что на ход СД6 играем просто АБ4. Ну и на ход ДЕ5, ДЦ5. И черным некуда ходить. Можно сдаться. Поэтому в этой позиции играем СБ6. И на ход АБ4 черным остается играть только БА5. Ну, БЦ5, все логично. И черные размениваются. Бьем именно таким образом. И теперь белые играют именно ДЦ5. И у черных есть два варианта ответа. Либо ДЦ7, либо ФЖ7. После хода ДЦ7 белые играют ЖФ6. Ну и черным надо размениваться. Теперь белые играют ФЖ7. Ну и как бы черные не играли, они здесь проигрывают. То есть на ход ДЕ5 просто ставим дампу. По большой дороге надо отходить. И возникает финал под названием Распудие. Или в простонародье Штаны. Очень красивая победа. То есть жертвуем шашку. И держим вот эту шашку на поле А5, так сказать, на борту. Теперь черные вынуждены играть. АЖ5 мы нападаем. Черные отходят. И, друзья, видите, одна дамка побеждает две шашки черных. Красиво. Если же черные в этой позиции играют не ДЦ7, а ФЖ7. Более сильная защита. Тогда белые нападают, надо отходить. И белые играют СД6. Черным надо играть АБ4. И белые нападают. Здесь есть два хода. Если черные играют БЦ3, тогда просто рубим шашку. Ну и затем играем АЖ7. Белые проводят все три шашки в дамке. И затем строят боевую позицию. И легко побеждают. Поэтому более сильное сопротивление в данной позиции отойти. Белые ставят дамку. Надо отходить. И белые нападают на две шашки. Возникает так называемая цепочка. Надо закрываться. И белые играют АЖ5. Ну и черным надо играть ДЦ7. Потому что на ход ДЕ7 белые выиграют с помощью размена. Черным просто некуда ходить. Поэтому играем ДЕ7, ДЦ7. Ну и теперь в этой позиции белые играют дамкой на поле Ф6. Теперь черные играют СД6. И белые проводят вторую шашку в дамке ходом АЖ7. Теперь черным надо играть ДЕ5. Белые играют Ж6. Именно таким образом. Теперь черные играют ЕФ4. И белые ставят дамку на поле АЖ8. Ну и черных есть даже три варианта ответа. Есть ФЖ3, ФЕ3 и ДЕ3. Давайте рассмотрим их все по порядку. После ФЖ3 белые играют дамкой на поле АЖ4. Ну и черным надо отходить. Теперь белые играют, нападают на шашку С3. Черным надо ставить дамку. Белые бьют. Ну и черные пытаются провести вторую шашку в дамке. Если у них это получится, будет ничья. Но белые тут же ее тормозят. Ну и черные не успевают разменять свою шашку Е3 на шашку Е1. Потому что белые успевают провести вторую шашку в дамке. Ну и затем нападают. Выигрывают шашку Е3 и строят треугольник Петрова с выигрышем. Мы рассмотрели ход ФЖ3. Если черные жертвуют шашку, тогда бьем именно на поле Б2. Ну и на ход Е2 нападаем на шашку. Ф4 надо отходить. Иначе черные проиграют. И белые проводят такой небольшой ударчик с выигрышем. Ну и наконец, если черные играют ФЕ3, тогда играем дамкой именно на поле Д8. Ну и стоит неотразимая угроза. То есть на любой ход, либо Е2, либо Е2, отдаем дамку. И белые побеждают. Друзья, если вам понравилось данное видео, то пожалуйста поставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. Друзья, давайте воевать только на шахматной доске. До свидания, друзья. Увидимся на шашечных баталиях.